Привет, дейши! Мы в Академии Букасек. Продолжаем проходить обучение за пчел, и сейчас у нас урок под названием Шаровая башня. Постройте башню как можно быстрее. Помните, ко всем блокам прикреплены шарики, которые нужно сначала лопнуть. Ооо, реально, вот самые потные это пчелы. У них вечно какие-то траблы. У них вечно какие-то нестандартные уроки, потому что если... У кого, у светлячков и у мух, просто нужно было построить башню, блоки стояли, да? То тут блоки, они летают на шариках. Но, с другой стороны, у пчел есть жало, которое нужно как-то применять. А корову-то зачем сбивать? Ай, ладно, за компанию пойдет. Мы уже тут 20 секунд с тобой мудрехаемся. Нужно построить башню как можно быстрее. Еще нужны пчелки. Пчелки! А, вот они дрыхнут. Корова, уйди. Не мешайся. Даже тут-то нам мешаешься. Надо было ее не сбивать. Зря я это сделал. Еще одна корова. Да, сбивать корову это было глупо на самом деле. Потому что они будут нам ломать башню. Они же вредные животные. По крайней мере здесь. Ну что, я вроде бы сбил все. А нет, вот тут еще летает. Сейчас сделаем вот так вот. Красава. Все, вроде бы все сбито. Зашибись. Можно строить. Ну а на-на-на-на-на, стопендру. Где-то там наверху еще мелькал блок. Вот он. Хотел спрятаться. Ну от пчелиных взглядов не упрячешься. Пчелки на подмогу. Начинаем строительство. Короче, я тут не буду мудрить, как со светляками. Когда я там треугольники эти пытался выстроить. Я просто буду вот так вот складывать все в одну горочку. Да блин. Опа. Ну что, я думаю, что все. Мы три звезды получили. Точнее, до трех звезд достроили. Еще выше можем? Да нет, все. Короче, мы успели построить за четыре минуты все это. Но, к сожалению, не уложились во время. И получили всего две звезды. Пчелы общаются с помощью танца. Кстати, это очень классный факт. Потому что, действительно, пчелы общаются не при помощи усиков. Не при помощи там каких-то звуков. А именно танцами. Они танцуют танец, например. И этот танец означает, иди за мной. Или лети за мной. Короче, это я знаю, потому что у меня отец пчеловод. Вот. Так же, такие дела. Урок 4, класс 6. Проникновение. Пчелы, оказывается. Пчелы-эмчэсники сейчас будут грабить. Украдите бриллиант из секретной, тщательно охраняемой коровьей базы. Помните, количество пчел ограничено. Вот это попадалось. Ну ладно. Попробуем сделать все по фенчую. Все по красоте. Со мной в банде 6 пчел. Не считая меня, со мной 7. Попробуем проникнуть. Время у нас не ограничено. Куда? А! Вот здесь, видимо, есть тайный проход. Да. Спускаемся в подвал. Где-то... Где-то бриллиант под землей закопан. Мы уже почти до него добрались. А тут лазеры, кстати. Спускаемся. Охранник коровий. Давай сюда пролезем. Черт, пробить бы. Пробить бы еще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нас полили. Но вроде не сильно. Там тупик был, поэтому летим сюда. Нам сюда. Хопа. Сколько храников. Вот это залет. Черт. Черт. Ай-яй-яй. Ну блин. Фух. Успели. Успели. Чуть под лазер не попали. Летим сюда. Лазер задел. Пчелку потеряли одну, по-моему. А нет, мы время потеряли. Украли бриллиант. И теперь отсюда вылетаем. Тихонечко, спокойненько. Не кипишуем. Коровы все равно с нами ничего не сделают. Теперь сюда. Фух, как все гладенько идет. Туда можно? О, да. Сюда можно. Мы отсюда и пришли, по-моему. Надо погрузить этот бриллиант в наш джип. Точнее, в пикап. И все будет пучком. Блин. Ну из-за того, что нас лазер задел, мы профукали одну звезду. Все. Мы ограбили. Мы украли у коров бриллиант. Вот так-то. Наконец-то что-то гадкое мы им сделали. Известно свыше 120 тысяч видов мух. Это тоже мы знаем. Но спасибо за повтор. Ну что, следующий урок у нас. Это урок 4 класс 7. Космическая станция. Ой, корову там кровью куляют. Ужас какой. Ладно, пойдем. Это, кстати, последний класс. Можно сказать, выпускной пчелок. Посмотрим, что кого там. Космическая станция. Сразитесь в космосе с помидорными коровьими захватчиками. Помните, вы теряете пчел при попадании в них. О, то есть нужно избегать попадания томатов в моих пчелок. Братья, просыпаемся. У нас космическая чрезвычайная ситуация. Нас захватили томатные коровы. Походу, мне просто нужно собрать как можно больше пчел. И не попасться под томаты. Интересная задачка. Надеюсь, что у нас все получится как надо. Я только не видел, сколько пчел нужно собрать для трех звезд. Ничего, разберемся. Вот, кстати, и коровы появились. Я уже слышу метание томата. Метание помета. Метание томата. Ух, это было близко. Пронесло меня. Еще где-то... Оу! Оу! Оу-оу-оу! Обалдеть! Вот это метание тут началось. А, вот они, ребятки. Просыпаемся. Подъем! Все. Всех пчелок я собрал. Теперь остается только наказать этих томатных коров. Получай! Крутяк. Где вы летаете тут? Главное, чтобы они меня не подстрелили. Вот корова. Бью! Там вон томатом... Ой-ё, нифига себе, как она стреляет-то! Получи толстая! Есть попадание. Сколько коров-то нам надо сбить? Наверное, 30, как обычно. Для всех звездочек. Что, выходите на меня! Чё-ка... О! Братья подбираются. Где корова-то? Вот вы... Ё-моё, попала прям мне по шапке! Скотобаза! Ты видел, да? Мою пчелу остановил томат. Капец, как опасно. Блин, я реально употел, играя за пчел. Просто им самые сложные уроки достались. Это несправедливо. Ты посмотри, что происходит. Просто жесть. Я не успеваю уворачивать и стрелять. Промахнулся. Ай-яй-яй, бежим. Бежим, бежим. Пчела воткнулась в блок и не попала в корову. Осталось, по всей видимости, еще 4 коровы. И тогда у меня будет 3 звезды. О-о-о! Прям... Прям... Ё-моё! Всё, я всех пчел просрал опять. Их всех подбили. Но пчелки нужны. Пчелки! Иди сюда. Здесь нужна какая-нибудь, знаешь, очень стрёмная музыка. Попал автомат. Напряженочка. О-о-о! Ты посмотри, что происходит. Томатный дождь. Капец. Где пчелы мои? Надо встретить одну коровку. А, кстати, я уже 30 коров сбил. Но этого недостаточно на 3 звезды. Нужно больше. Нужно больше. Вон коровка летела. Промазали. Да что ты будешь делать-то, а? Просто пока ты хочешь нацелиться, на тебя летит уже 100-500 томатов. А еще блоки вот эти мешают. Тормозят. Ну чё, 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 чё? Опа! Есть попадание. 3 звезды, нет? Нет, не 3 звезды. Ё-моё, сколько томатов летит! Наверное, 40-ет нужно набрать, чтобы получить 3 звезды. Короче, подбиваю 40 коров. И если это не так, то я улепетываю отсюда, потому что тут очень напряженно стало. С таким количеством коров я не справлюсь. 36. Еще 4 коровки надо сбить. Еще 2 коровы осталось. 2 коровы. Атоматов все больше. Есть. Есть, 40! 41 корова. Можно я отсюда улечу? Нет, не сюда, не сюда. О, ё-моё! А-а-а! Где вылет? Где я могу? Куда я могу сбежать? Я не могу никуда убежать, ё-моё! Черт подери. Видимо, нужно, чтобы меня подбили, и тогда игра закончится, да? Скорее всего, так. Потому что флажка о вылете я не вижу. Ладно. Идем на самоубийство. Давайте, попадайте в меня. Все. Ну да, по всей видимости, только так. 80% животных земли насекомые. Обалдеть. 80%. 80%. Ты прикинь, 80% это насекомые. Все остальное, это вот мы, люди, и порнокопытные, и птички, и прочее, прочее. Пчелки у нас выпустились. Поздравляем, пчел, с их выпускным. Кто у нас там дальше? Пойдем глянем. Что тут, подожди. Выпускной экзамен? Едерен колотить-шмолотить. Выпускной. Настоящий выпускной. Ты прикинь, это типа как-то ЕГЭ по окончании школы вот будешь сдавать. Вот тут то же самое у наших назякомых. У наших букашек. Что ж, ну пойдем, сдадим этот экзамен. Залетаем туда. Выпускной экзамен. Налейте воду в кастрюлю и разоргите огонь. Следите, чтобы огонь не погас, а вода не выкипела. Ого-го, это будет потно. Ну что ж, братва, просыпаемся, сегодня ваш день. Сегодня экзамен. Надо собрать всех, братюнь. Так, чем больше нас, тем быстрее мы управимся. Сколько кастрюль? Целых три кастрюли. Что, вроде бы всех подняли. Кстати, комарам больше идет... Ну, а нет, не всех подняли. Комарам больше идет пожарный шлем, потому что они умеют качать воду. Да и хоботки у них соответствуют. Красненькие такие. Опа, тащим теперь воду сюда. Заполняем все кастрюльки. Потихонечку, тихо-тихо-тихо. Стопы до краев наливаем. И халтурим. Замечательно. Все у нас получается грамотненько. Тут водички не хватило. Летим за новой порцией. Качаем, качаем, качаем. Ништяк. Покрюши мои. Давайте, давайте. Вначале эту кастрюлю заем. А остатки потом туда донесем. Следующую. Опа, все. Все кастрюли наполнены. Замечательно. Теперь нужно их зажечь. Точнее, не сами кастрюли поджечь. А поджечь под ними, под кастрюлями. Чтобы они начали кипятить воду. Зажигаем. Ну же. Есть. Что-то мало мы там подожгли, да? Больше, больше огнева. Здесь надо еще поджечь. Вот так, замечательно. Теперь бежим наполнять наши баки водой. Чтобы контролировать выкипяченную воду. Бежим. Точнее, летим. Заполняем водичкой. Не даем выкипятить все. Ой, кажется, я там огонек потушил, да. У нас одна кастрюля работает. Одна кастрюля работает, черт подери. Наполняем перцем наших комаров. И пошли все поджигать заново. Давайте, давайте. Как же тяжело с пухлыми комарами-то. Есть, вода кипятится, здорово. Очки набираются. У нас осталось времени минута и девять секунд. Пополняем запасы воды. Четко. Пока все идет четенько. Все, кастрюльку пополнили. Теперь берем огнево. И поджигаем заново все. Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. 41 секунда. Блин. Мне бы хоть одну звездочку заработать. Е-мое. Звездочка. Есть. Одна звездочка есть. Успеем ли мы заработать еще одну. Кипятись быстрее. Там уже где-то воды не хватает. Ой-ой-ешеньки. Вот это экзамен, е-мое. Туда-сюда. Туда-сюда. Не успеваешь оглянуться, как уже все выкипело нафиг. Есть. Один комар где-то отбился от стаи. Че-че-че-че. Воды не хватает. Воды не хватает. Ё-моё. Все, две секунды и я заработал. За первый экзамен одну звезду. Черт подери. У нас следующий экзамен. Уже со светлячками. Украдите соль и положите ее в кастрюлю с кипящей водой. Не попадитесь. Ну, давай попробуем. Значит, все, весь экзамен завязан у нас на кипяченой воде. И на кастрюлях. Надо набрать побольше братков. Братья мои. Сестры, светляки. Мухали-бухали светящиеся. Где же браток? Вот браток. Вот браток. Просыпаемся, е-мое. Че вы все дрыхнете на экзамене? Разбираем мост. И быстро чешем вниз. За солью. Конечно, где же... Соль может еще находиться. Аккуратненько, лазер. Так, так, так. Тут у нас охранники, которые охраняют солонку соли. Воруем ее. Точнее, заимствуем. Нам просто нужно сготовить суп с солью. Аккуратно проходим лазер. Главное, чтобы нас не застукали. О, еще один чеш. Замечательно. Чем больше чешей... Еще один. Чем больше чешей, тем быстрее мы управимся с заданием. Кажется, я вниз полетел. Мне сюда не нужно, вообще не нужно. Ой, сколько времени я потерял. Ой, сколько времени я потерял. Здесь и улететь никак. Вот, наверх. Наверх, 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 наверх. Есть! И солонка соли отправляется в эту кастрюлю. Бах! Все, отпускаем ее. Летим за следующей. Быстрее! Время, деньги. Время, деньги. Ну же, ну же, ну же. Еще один браток. Там шахтер, корова была. Здесь стенку проломим, нет? Давайте, ребята, я верю в вас, что вы проломите стенку. Там корова просто за стенкой стоит, и она мешает нам пробить ее. Вот, замечательно. Все пролетели? Нет, не все. Кто-то халтурит. Кто-то не может пролететь. Да что ты? Ты что, такой самый жирный, что ли? Светляк не может пролететь. Ну давайте. Ну что такое-то? Ну что это за фигня? Капец. Беспредел какой-то. Корову захватили зачем-то. Охранника, между прочим. Это непростая корова. Солонка соли, вот она. Стопы. Хватаем. Тащим наверх. Наверх, наверх. О, лазеры. Спокуха. Фух, пронесло-то как нас. Я думал, сейчас спалимся нафиг. И потеряем очечи. Наверх, 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 наверх. Блин, конечно, со стенкой я очень много времени потерял. Капец, как много. Отправляемся за последней салонкой. Она где-то тоже рядышком была. Где-то совсем рядышком. Где же ты, соль? Соль моя, соль. Опять эта стенка. Да блин, ну что ты будешь делать? Да кто там застрял? Ну что тебе там не пролезть? Салонка наверху. Надо наверх подняться. О, лазер. Лазер. Вышиваем дверь. Сносим стол. Да не стулья хватайте. Блин, нас палил охранник. Черт. Еще и стул захватили. А, нет, стол захватили. Наверх. Быстрее, 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 быстрее. Вот он, братья не потерявшийся наш, вернулся к нам. И закидываем последнюю салонку соли сюда. Все. Я все выполнил вроде. Дальше летим. Выпускной экзамен мух. Положите овощи в подходящие кастрюли. Периодически помешивайте суп. Хо. Обалдеть. Помешивать суп. Глянь, еще и ложка есть, которой нужно мешать. Обалдеть. Вот это жестко. Ну что ж. Давай попробуем приготовить супец мухами. Главное, чтобы суп из мух не получился. Остальное все по делам. Где братва? Мне нужно побольше. Эть, мух. Мухи в пожарных касках. Это прямо огонь. Значит, вот. У нас есть тыковки. Хватаем тыковки. И закидываем все это в суп. Здесь тыква. Ой-ой-ой, тыква не вылетай. Здесь, наверное... Да, здесь помидорка. Сейчас помидорку притащим. Стойте. Помидорочка. Интересно, а что в третьей кастрюле? Почему я не посмотрел сразу, что в кастрюле нужно? Грибочек. Грибочек у нас был с другой стороны. Вот здесь вот грибочки были. Хватаем. А грибочки-то живые. У них глазки есть. Ну ничего, сварим их. Значит, берем ложку теперь. И начинаем все это бодренько мешать. Мухами. Так, кажется, все мы это мешаем. Здесь помешали. Теперь нужно помешать здесь. Мешаем здесь. Есть. Да. Походу, получится все-таки суп с мухами. Ну ничего страшного. Тут тоже... Здесь сварилось. Тыковка сварилась. Мы не успели помешать. Это беда. Это беда. Мешаем, мешаем, мешаем. Помешали. Дальше мешать сюда. Вот. Замечательно. Мешаем. Сварилась помидорка. Тут тоже помешаем. Эт. Все, гриб тоже смешался. Пу, блин, смешался. Сварился. Надо закинуть сюда. Грибочели. Грибочели. Стой! Куда ты полетел? Не хочет вариться гриб. Опа. Все. Вместе с ложкой там пускай варится. Значит, хватаем... Хватаем помидорки. Сколько тут овощей-то, а? Сколько мне варить-то придется? Я кухаркой не нанимался. Значит, ложку вытаскиваем. Пофиг, что ложка задом наперед. Кстати, тут уже помешано было. Неплохо, неплохо. Сюда тоже ложку. Короче, ложку можно просто макать. Не обязательно ей что-то там мешать. Сюда тыковка. Замечательно. Переходим сюда. Тут у нас все ништяк. Тут у нас что, грибочки? Грибочки варятся. Ложечкой помешали. Все, грибы сварились. Две звезды. Две звезды! Нам две звезды дали. Здорово! Просто чудесно. Кажется, у нас экзамен. Экзамен идет все лучше и лучше. Помидорки. Помидорочки. Сейчас, летаем за помидорками. Быстренько. Вот, одна тут отбилась. С нашей фермы. Опа! Помидорка есть. Да что ты! Отпустить помидор! Да гриб! О, я думал он вылетит сейчас. Здесь нам нужна тыковка. Кидаем ложку. Тыковка моя. Улетим со мной. Я сготовлю с тебя вкуснецкий суп. Тут у нас все зашибись. Ой-ой-ой, тыковка. Тыковка. Стой. Не сбегай. Зашибись. Все. Выпускной экзамен пчел. Не дайте голодным коровам запрыгнуть в кастрюли и съесть суп. То есть мы сейчас варили суп, а теперь будем защищать его. Что ж, пчелки мои. Броки мои. Ээээ. Подожди. Вот, о-о-о, корова летит, летит, летит. Бах. Три кастрюли надо защитить. А пчелки будут налетать? Да, пчелки к нам прилетают. Здорово. Битва за суп. Angry Birds наоборот. Теперь мы защищаем нашу базу, а коровы на нас налетают. Хотя это уже было. Стой, стой, стой. Мимо летит. Ну и пусть летит. Не будем тратить пчелку. Летит, летит. Нам-то что? Вот это прям в суп летит. Скотта база. Главное, чтобы... Ой-ой-ой. Одну пчелку пульнул. Зря пульнул. Две коровы летит. Будем настороже. Ой-ё. У-у-у. Слава богу. Все получилось. Все получилось. Все пучком. Мы уже тем временем набрали 1200 очков за экзамены. Пчелы, по-моему, это последние насекомые. Да, пчелы последние насекомые были. Последние букашки, точнее. Двух. Не получилось двух сбить. У-у-у. Это было близко. Он чуть не макнул свои копыта в суп. Две коровы сразу летят. Бах-бах. Двоих. Комбо. Я научился играть пчелами. Под самый конец. В самый экзамен. В принципе, в экзамен всегда так. Когда наступает экзамен, у тебя включаются там дополнительные возможности твоего мозга. Промахнулся. Ай-яй-яй. Одна корова в супе. Ну ничего, с мясом будет супчик. Неплохо же. Одна корова... Блин, две коровы упали в суп. Три коровы летит. Пах. Та перелетит. Не страшно. Одна прям в суп. Черт подери. Три коровы в супах. Ну ладно, это ж не комары и не мухи. Не страшно. А сколько, кстати, я не заметил, когда попадает корова в суп, сколько очей снимает. Сколько ж вас летает. Я не знал, что корова умеет летать. Летать. Еее. Пока все пучком. Три звезды. Удастся ли нам их получить? Напряженная ситуация. Сейчас, походу, скоро три коровы полетят. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Засранка коровья. Интересно, они хоть мытые? Ну, в смысле, коровы. А то в суп все-таки летят. Отбиваемся как можем. Наших пчелок предостаточно. Черт, я даже не знаю, в какую корову стрелять быстрее. Прямо перед самым супом пострелили. Здорово. Четыре коровы йогурны. Сразу двух. Последнее. Ништяк. Ну, это не последнее было, а четвертая коровушка, которая отхватила пчелиные иглы. Пока годненько идем. Я прям горжусь за себя в экзаменационных испытаниях. Есть. Пчелы пока радостные. Им нравится вонзать иглы в попенцию. Этим коровам неожиданно сбил сразу двух. Ну же, ну же, давайте. Кидайте больше коров. Есть две коровы. Фу. Меткости моей не занимать. Все лучше и лучше стреляю. Кажется, сейчас кто-то упадет в суп. Нет, никто не упал. Все четенько. Еще коровушки. У нас тем временем осталось всего... Всего, всего, всего. Есть. Ништяк. Всего 19 секунд. К сожалению, к сожалению, походу я не наберу. Две тысячи. Нужно две тысячи набрать. До трех звезд. Пчелки, пчелки мои, пчелки. Есть. Есть. Сбили. Все пучком. Давайте коровы. Двоих сразу. Готов. Готов. Блин, но чуть-чуть времени мне не хватило. Эй. 1900. Кровь пьют лишь самки комара. Любопытный факт, о котором мы уже знаем. Да. Две тысячи и было бы три звезды. Ну что поделать. Значит, экзамен мы сдали на четверочку. Не на пятерочку, а на четверочку. Тоже неплохо. Это не троечка. И не двоечка. Фух. Ну что, пошли. Будем праздновать наш выпускной. Ю-ху, диплом. За успешное прохождение всех курсов и выполнение всех требований к обучению. Борода удостаивается титула «Жук-выпускник». 5-5-2020. Ура, товарищи, я выпускник. Мухен, 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 мухен. Мухен, мухен. Крутяк. Салют там из комаров. Ну что, я поздравляю тебя с прохождением. Ой. Можно сбивать это все. А можно я это свистну? Можно, но это очень тяжело для меня одного. Короче, я тебя поздравляю с окончанием Академии Жуков. Если тебе понравилась эта игра, то есть тебе лайк. Подписочка, если ты еще не подписан. И крутой коммента с подвидос. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео. Мухен, мухен, мухен. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...